кстати вот насчет онлайн форматов этих двух совещаний не то чтобы это там сильно похоже какой-то извините киберпанк но как-то вот этот онлайн формат для нашего лидера смотрится все более и более странно песков заявил что мероприятие с участием президента россии владимира путина могут вернуться к очному режиму в течение нескольких месяцев однозначно прогноз давать нельзя а что будет через несколько месяцев ковид что ли закончится или что я что-то не очень поняли александр георгиевич ну песков же не знаю просто вот он и сказал скажу через несколько месяцев а там что-нибудь придумаем ему же наплевать когда его там ловит на передержках логических несуразицах откровенном обмане и всем на это плевать александр георгиевич ну так вот насчет нашевской конспирология зачем дожидаться окончания ковида можно же привиться тем более что вакцина хорошая я с вами официально согласен по этому поводу потому что поговорил с несколькими врачами мнению которых я доверяю все они мне сказали что институт микробиологии гамалеет очень серьезная организация вакцину сделали хорошую но вот за что купил зато и продаю и вам и нашим зрителям ну вот и что с посланием кстати федеральному собранию не знаете вроде бы никто не знает сам георгиевич никто не знает президент хочет сделать так чтобы оно было неожиданно для всех он в последнее время чрезвычайно мнителя он очень боится утечек утечек действительно стало много он хочет совершать шаги неожиданными для всех чтобы не возникло впечатление и у него самого в том числе что им пытается манипулировать так это выглядит поэтому мы узнаем об этом я думаю в последнюю минуту и что тем паче будут сказано на этом сборище нечестивых валид мечет сказать не жду никаких сенсаций интуитивно ну не знаю согласитесь со мной или нет опять будет довольно таки спокойно и серенькое мероприятие ну я думаю что мы с вами сейчас живем в той россии где в полной мере применима фраза горация нил адмирарий ничему не удивляйся удивляться не надо ничего валид меч на удивлению в моем организме пока пока не иссякает хочу сказать уж казалось столько повидал и все хотите обнаружить тот предел до которого можно докатиться они от александрич это яма бездонна поверьте она бездонна я боюсь что она соединяется напрямую садом такое ощущение у меня и оттуда уже инферно вылазит раз уж вспомнили о ковиде валид меч делу к весне будет третья волна не будет были две первые ну не обсуждаем но более менее очевидно что история с биологической во всяком случае пандемии идет на спад экономическая пандемия похоже только начинается мы вот с вами про и п вспомнили госпожа уполномоченная по правам человека мускалькова заявила что в первую волну первую волну не пережили четыре с половиной миллиона индивидуальных предпринимателей предприятий малого и среднего бизнеса алексей леонич кудрин обнадежил что примерно за столько мы не досчитаемся и во вторую волну вот этот вот имитационный подход правительства к лечению экономических проблем вот знаете извиняюсь грубо конечно прозвучит типа прикладывание подорожника к заднему месту не вызовет ли случайно социальный протест прежде политического как считаете может быть александр георгиевич а вообще-то жду это да мне кажется что все условия созрели более того именно объединение политических и социальных мотивов и станет ключом к освобождению россии именно так одних политических требований явно недостаточно совершенно очевидно я вот кстати перед нашим выпуском готовить смотрел кое-какую статистику в центре москвы закрылась по моему чуть больше 200 предприятий общественного питания это те самые места встреч друзей те кабачки которым мы привыкли их больше нет на карте города какие-то какие-то такие знаете рвущий душу надписи что мы закрылись навсегда вот это вот знаете невозможно читать спокойно ну вот мне по крайней мере я может быть как-то вот излишне эмоционально я могу это подтвердить как потребитель этих услуг да вот закрылась заведение куда мы семьей с удовольствием захаживали несколько лет причем она в районе с рейтинге было чуть ли не старейший мне память не изменяет вот закрылась все больше не работает здорово в кавычках конечно знаете я про экономику вспомнил не просто так честно говоря находясь на голодании много общался с тем самым клубом анонимных политиков как вы его называете клубом анонимных алкоголиков и ставил перед с ними один и тот же вопрос а где социальный протест прямо сейчас вот казалось бы по идее он должен быть но его нет то есть помните как фильме дмб суслик да и да вот ты его видишь а он есть социальное напряжение может рассеиваться в пространстве через девианты отклоняющиеся поведение а вот алкоголизм да там потребовал увеличение потребления алкоголя бытовое насилие мелкая такая знаете мел мельчайшая бы сказал мельчайшая преступность агрессия аутоагрессия потому что скажем алкоголизм и очень часто там вредная привычка это аутоагрессия вот это так рассеивается пока что то есть нет руслов куда бы все это двинулась рассеивается не безобидно надо сказать валерий меч вовсе не безобидно уровень насилия в стране не 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 собственно криминального бытового по моему растет здесь надо статистику смотреть которые мягко говоря не совершенно но что совершенно точно ухудшается это психическое состояние общества мы с вами это видел сан георгиевич согласитесь люди стали гораздо нервознее они ведут себя очень очень странно порой причем массово уже это вызывает самые скверные предчувствия касательно будущего это вообще-то верный верный путь социального потрясения как раз такое такое умонастроение массовая психотизация невротизация общества это можно назвать профессора давайте подумаем подумаем вместе да вот с нашими зрителями вот цифры которые я назвал четыре с половиной миллиона предприятий на каждом из этих предприятий трудился 12 может быть несколько человек эксперты расходятся во мнениях сколько из-за закрытий предприятий малого среднего бизнеса освободиться людей диапазон очень большой от 4 миллионов до 15 называют значит наш с вами общий друг бывший глава красной пресни александр краснов говорил мне я не знаю откуда он взял эти данные но я в данном случае склонен ему доверять он мне говорил что каждый процент роста безработицы приводит к плюс 10 процентам к уровню преступности и плюс к 100 процентам к уровню самоубийств да вот вам и есть и девиантное поведение александр георгиевич вот о чем мы говорим а президента на совещании с руководителями фракции или не на нем или с глафредами я сейчас к сожалению точно не помню сказал что вроде бы ситуация с безработицы с регистрируемый наверное он имел ввиду относительно благополучно как это вот поженить вот эти вот цифры за крестерами да конечно слушайте ну как их поженить еще просто у президента свой взгляд на реальность у тех людей которые снабжают а у реальности другой взгляд на свое себя вот мы с вами живем среди реальности а он нет валид мечта я как-то вот извиняюсь последние 10 минут эфира все как-то больше на эмоциях но знаете давайте я воспользуюсь задам вопрос такой мне кажется он такой пространные глубокий давно хотел с вами об этом поговорить но как-то все не было подходящего случая сейчас вот как раз воспользуюсь своей эмоциональной волной вот россия такая как сейчас с властью такой как сейчас она перестает быть христианской цивилизации имею ввиду моральные условия христианскому учения что россия была христианской цивилизации что она была и станет христианизирована до конца очень серьезный сон и потому что христиане неважно православные, неправославные, не ведут себя так, как русские люди вели себя в 17, 18, 19 и 20 годах, когда уничтожали друг друга с особым остервенением, цинизмом и в особо крупных размерах. Христиане себя так не ведут, согласитесь. И обвинять в этом только большевиков нельзя, поскольку и революция, и гражданская война, они втянули в себя массу людей, и эти люди вели себя по-зверски. Да и вообще в истории России XX века слишком много зверского, откровенно зверского. Только к концу советской эпохи мы стали это постепенно изживать. Ну, даже не к концу, я думаю, что это пресловутая Брижневская эпоха застоя была как раз началом, не началом, а вот когда проявилось изживание этих инстинктов, когда люди поняли, что нельзя жить напряжение, что жизнь не только из него состоит, не только там из побед социалистических, но в том числе из квартир, машин и ковров, что русские люди очень бедные, Александр Георгиевич. Валерий Дмитриевич, они бедные уже много столетий подряд, я вам хочу сказать. Совершенно верно. Так вот, а то, что я наблюдаю сейчас, вот наблюдаю сейчас, ну, никак меня не уверяет в христианском характере российского общества. Ну, и никак меня не уверяет в том, что церковь, русская и православная, носит образ Христа на земле. Мне бы хотелось так надеяться, но то, что я вижу по поведению высшего клира, заставляет меня убеждаться в обратном, прямо противоположном. И это ужасно, что нет здесь некой моральной силы, которая показала бы пример, которая выступила бы с назидательной проповедью, не к обществу обращенной, а к власти. Власть же оскотинилась окончательно и без поворот. И мы это воспринимаем как должное, к великому сожалению. Мы проглатывали ее действия год за годом, и вот до чего дошли. До полного оскотинивания. Оскотинивается власть, и общество таким же становится. К великому-великому сожалению. Где здесь христианство-то вы видите? Валерий Ильич, я имел в виду даже не конкретно христианство, как конфессию. Помните, мы с вами обсуждали цитаты из Ницше, да я и отдельный эфир делал по этому замечательному философу. И он как-то говорил, что погибель христианства придет от его морали, воспитанный в высочайших моральных стандартах христианин, со временем начинает испытывать отвращение к изогонности христианских представлений об истории. Но моральные стандарты у христианства существуют. И при всем при этом мы на протяжении веков уже в России видим, вот вы сказали о том, что была жестокая гражданская война. Я слышал эфир замечательного историка Клима Александровича Жукова о том, что привело к такому ожесточению. И мы с вами это тоже обсуждали. Скажу для зрителей, что Россия всегда была страной с такими негарантированными результатами земледелия. И по американским понятиям она вообще является непригодной для сельского хозяйства, потому что выпадает очень мало осадков. То есть все, что меньше метра, американцы считают непригодным к сельхозиндустрии. Так вот, русские крестьяне десятилетиями жили на, по-моему, 6 пудов зерна на душу. Ну то есть вы представляете, да, один неурожальный год, и человек батрак, еще один неурожальный год, и человек труп. И это все копилось веками и десятилетиями действительно. Это правда. И вот сейчас, похоже, происходит то же самое. Опять вот эта вот пропасть между властью и людьми, опять копится это ожесточение. И как-то вот не... Я уж оставил в стороне, да, РПЦ, там действительно к ней много вопросов, но как-то я вот наблюдаю исчезновение моральных таких вот устоев из жизни общества. Да, ориентиров. Ну, извините, может быть, это такой эмоциональный посыл с моей стороны. Тем не менее, вот, в общем-то... Александр Георгиевич, да, вот то, что мы с вами обсуждали, вот социальное напряжение, которое реализуется в девиантном поведении, взбрасывается через девиантное поведение, психотизация общества, да, люди так себя ведут. Да, это похоже отчасти, отчасти. И, по счастью, отдаленно лишь похоже на то, что предшествовало великим потрясениям начала XX века. У нас, по счастью, сейчас нет большой войны и нет демографического перегрева, потому что тогда Россия была молодой страной. Было очень много молодежи. А там, где много молодежи, там много бесшабашности, энергии и радикальной энергии. И часто совершенно бездумной. В этот раз, когда здесь начнутся потрясения, вот этой энергии будет гораздо меньше. То есть, я думаю, ее хватит для потрясений, но, по счастью для нас, и гражданская война нас минует. А что скажете о демографических итогах 2020 года? Минус 510 тысяч естественной убыль населения, колоссальная сверхсмертность, у которой нет хороших объяснений. Либо это сверхсмертность от COVID, либо это сверхсмертность из-за неоказания помощи людям, страдающим другими заболеваниями. Эти объяснения нисколько не противоречат друг другу, они дополняют. И мы с вами об этом, опять же, не раз говорили. Но это как раз вот точка в 20-летии путинского правления. Страна обворована, люди нищие, люди умирают. Это итог того, как Россия поднялась с колен. Песков сказал, это суровая реальность пандемии. Это вот как расценивать? Ну, отвечу словами его шефа, пургу несет. Так сколько часы у него стоит на руке? 80 миллионов рублей? Мог бы помочь бедному нуждающимся. В этой суровой реальности. Белковский, Станислав Александрович, видимо, был не в духе. И назвал президента Путина неэффективным лидером и председателем глобальной партии прошлого. Однако, вы знаете, Владимир Путин, мне кажется, всегда чувствовал настроение вот этого лоялистского ядра и вел публичную политику с учетом вот этих настроений. У меня только один вопрос возник к Белковскому в этот момент. Ну, за его отсутствием тогда переадресую его вам, Олег Дмитриевич. А вот эти лоялисты, они лояльны лично Путину или вообще власти? В любом обществе, насколько я знаю, 15-20% всегда, ну, в социуме, которые будут лояльны власти просто. Но к этим 15-20% надо добавить в Россию тех, кто лояльен лично Путину. Или, точнее, уже может быть лоярен из-за его безальтернативности. Так что, когда там его рейтинг исчисляют в 50% плюс, я думаю, это более или менее близко к реальности. Но не потому, что он такой везунчик, красавчик, его так обожают. Да нет. Ну, просто потому, что он безальтернативен. Люди не видят других фигур, способных его заместить. Это первое. Второе. Люди просто боятся перемен. Вот я всегда говорю, что в России большой запрос на перемены, но одновременно страх перед ним. Люди бы хотели, чтобы перемены, перемены, они как-то сами собой прошли, чтобы люди в них не принимали участие. Чтобы в прекрасную Россию будущее мы так взяли и перескочили. Вот на чьих-то руках. Да, ангелы, чтобы нас перенесли на руках. Так этого не будет. Этого никогда в истории не бывало и не будет. Нам придется окунуться в грязь, в кровь и в насилие. Увы. Это вот, ну вот эта лоялистская поддержка, мне кажется, достаточно парадоксальная вещь. Я тут вот к месту вспомнил такое высказывание Аристотеля, что власть, независимо от того, автократия это или демократия, она бывает правильной и неправильной. Неправильная власть – это та, которая заботится только о себе. То есть, как ни странно, и диктатор может тоже заботиться о людях. Мы такие примеры исторические знаем. Мы примеры такие знаем, да. Вот. Но наша власть, мне кажется, именно неправильная по Аристотелю. Так на что же опираются в своих симпатиях эти лоялисты? Это что-то иррациональное, что ли, Валерий Дмитриевич? Так люди же вообще существуют иррациональны, Александр Георгиевич. Вы что? Конечно же. Они просто боятся любых изменений. Люди вообще, по давляющей большинстве, боятся изменений. Потому что изменения, то есть нарушения статус-кво, они воспринимают бессознательно как риск. Риск, угрожающий их укладу, угрожающий идентичности. И власть на этом паразитирует. Она не сохраняет статус-кво, она его постоянно ухудшает, обратите внимание. По крайней мере, в последние годы она его ухудшает. И в экономическом плане ухудшает, и в социальном, и в моральном. Постоянно. Так вот этим и вызвано, мое удивление, где социальный кризис, Валерий Дмитриевич? Я же это вижу и чувствую, и все это видят и чувствуют. Пропагандистские механизмы исчерпаны, там с колен мы встали, дальше что? Александр Георгиевич, вот пока он не реализуется в бунт, в социальный протест. В России этот протест может принять бунтообразную форму. Да, вот пока он не реализуется в социальный бунт, мы его и не будем видеть. Люди только тогда признают реальность, когда она вламывается в их квартиры, вот в их микрокосм, в их мирок. Вот когда она начнет вламываться, эта реальность, да и тогда будут ноги закрываться, смотреть телевидение, по которому ничего подобного происходить не будет до поры до времени. Пока телевизионщики не поймут, что надо переходить, как говорит Сергей Марков, на правильную сторону истории. Сам-то Марков на правильной стороне истории, стесняюсь спросить. Он, несомненно, окажется на правильной стороне истории. В нужный момент времени этой истории? В нужный момент времени, да. Другое дело, примет ли его эта правильная сторона, ну, это вопрос уже дискуссионный. Да, понятно. К теме Навального обратимся, как раз, как и было обещано нашим зрителям. Вот сейчас идет процесс по делу о клевете на ветерана, Валерий Викторович, мое частное мнение, вот не украшает он ни одну из сторон этого процесса, так уж вот получается. Вот, процесс закончится, наверное, как-то с Божьей помощью. Пропадет ли Навальный из медийной повестки в этот момент? Или... А вот, да, вначале я говорил, что цель власти его информационно нивелировать. То есть сделать так, чтобы он из повестки исчез и не смог ее ставить, не смог ее генерировать. Посмотрим, получится это у нее или нет. То есть, с одной стороны, для того, чтобы он замолчал, лучше держать его в тюрьме. Или, по крайней мере, под домашним арестом, да. Не обязательно держать там в матросской тишине, можно и под домашним арестом. А с другой стороны, надо предлагать какие-то свои темы. Вот она начинает предлагать. Давайте мы на Лубянке поставим памятник Зережинскому, давайте мы проведем референдум, потом будет идея референдума... Давайте проведем референдум о том, чтобы захоронить тело Ленина. То есть постоянно подбрасывать повестку, да, такой информационный шум, генерировать, выбрасывать нерелевантную информацию, чтобы люди о важном забыли. И я могу сказать, что если не будет постоянных залпов поддержку Навального внутри России, то, что во мне происходит, это не столь важно для российской аудитории. Понимаете? Ну, у кого там будет интересовать очередной демарш Евросоюза? Если бы это был демарш Соединенных Штатов, было бы понятно. А он бы мог на что-то повлиять. Но пока не похоже, что Соединенные Штаты намерены такой демарш Кремлев в связи с Навальным, я подчеркну, выкатывать. Пока не похоже. А на Евросоюз наши могут наплевать, что они и демонстрируют. Значит, нет информационной повестки, человек начинает выходить из этого публичного оборота. Ну, у Навального достаточно большая репутация, и рейтинг высокий. То есть, это, конечно, все до нуля не дойдет. Но популярность все равно будет. Ну, не то, что снижает, он будет просто забываться. Ну, так устроены люди. Если не говорят, то они начинают постепенно забывать. Но вот сейчас... Извините, что перебил, Валерий Дмитриевич. Сейчас упоминаемость Навального в сети выше, чем у Путина. Об этом сказал замдиректора Левады, который мы должны сказать, что это иностранный агент, да, Денис Волков. Он сказал, что... Да, это не данные Левады, это данные медиалогии. Она подсчитала. Это вот исследовательская система информационно-аналитическая, медиалогия. Это она посчитала, что упоминаемость Навального в социальных сетях упоминается чаще, чем Путина. Да, это чистая правда. Но представьте себе, если он не генерирует информационные поводы, или в связи с ним не возникает, будет ли он упоминаться так же часто? Да нет, конечно. Вы знаете, но как бы рейтинг Навального, вот об этом Волков совершенно точно сказал, как о результате своих исследований, он за 7 лет вырос, рейтинг одобрения, с 6% до 20%. Это блестящий результат. Рост был очень медленный, такой трудный. Так а деградировать он что, будет быстрее, что ли, или так же инерционно? А я не знаю, Александр Ильич, я не исключаю, что там последующие опросы... Будет зависеть, конечно, все от динамики и от контекста. Я вот рассчитываю на то, что даже в самом худшем случае Алексей Анатольевич недолго будет находиться за решеткой. Тогда он ничего не успеет потерять. И более того, он только приобретет. Ну, вы понимаете, что это довольно рискованная надежда. Я бы не решился кому-то давать такой совет, что давай сядь за решетку, и это тебе пойдет на пользу. Нет. Ну вот, опять-таки, возвращаемся к одному и тому же. Все-таки он что-то знал, когда садился. Мне вот все больше и больше так кажется. Кстати, давайте скажем о том, что ваши прогнозы относительно того, что Евросоюз не решится на какие-то серьезные санкции, пока, во всяком случае, оправдываются. По утечкам не будут туда включены крупные бизнесмены из окружения президента. Скорее всего, какие-то чиновники, которые имели отношение к, так сказать, технике вопроса. А вообще, Валерий Дмитриевич, вот это международное заступничество, оно на пользу Навальному не как человеку, а как политику идет или идет во вред? Надо смотреть социологию, Александр Георгиевич. Я думаю, что те, кто верил, что Навальный и западный агент, они в этом еще больше убедились. А те, кто не верил, что Навальный и западный агент, на них это никак не повлияло в негативном отношении. А другое дело, что демарши Евросоюза, причем демарши, не подкрепленные никакими действиями, а у российской, в частности, у Путина, они могут вызвать желание вести себя супротивно, наперекор. Что типа, клал я на вас прибором и плевал я на вас с высокой колокольной. То есть на так. Кого он не может проигнорировать, это американскую позицию, если она будет жесткой, они ей однозначно высказаны. Ну и китайскую. Ну китайцам наплевать, конечно, на судьбу Алексея Навального. Поэтому может пойти как раз, это может его укрепить в том, что он поступал, Путина, что он поступает абсолютно правильно. А американские санкции вы тоже жесткими не прогнозируете? Или пока неизвестно? Неизвестно. Неизвестно совершенно. Там, как я понял, собственно говоря, это многие понимают, кто интересуется. Идет внутренняя дискуссия о том, стоит ли чересчур давить на Россию, как бы это ее еще больше не толкнуло в объятия Пекина. В Москву имеется в виду. Поэтому, может быть, не стоит. Может быть, стоит все-таки вести себя по отношению к России иначе. Не отталкивать ее. Не передавать ее Пекину совсем и полностью бесповоротно. Это действительно внутренняя дискуссия идет. И в зависимости от исхода этой дискуссии система приоритетов будет приниматься решение. Если во внешней политике для США главный приоритет – это Китай. Китай как вызов, Китай как угроза. Ну, зачем укреплять Китай с помощью России? И Навальный все-таки для Соединенных Штатов, но, честно говоря, не такой уж значительный фактор, чтобы из-за него идти на конфронтацию с Путином. Совершенно точно. Говорить можно что угодно. Выявлять озабоченность, Александр Георгиевич. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо, что вы держите такого замечательного человека в тюрьме. Это такое нарушение прав человека. В конце концов, Путина может сказать, ну, да, забирайте его тогда. Забирайте, пусть уезжает. Так сказать, следуя принципам гуманности, вот у него здоровье ухудшилось, он не долечился, пусть едет, не долечивается в Германию, во Францию, в Соединенные Штаты. Мы не против. Ну, пусть сюда больше не возвращаются. Это я говорю о гипотетическом варианте, сугубо пока что. Интуитивно, Валерий Дмитриевич, я думаю, что вы правы. Мне кажется, что не будет жестких санкций со стороны США. А вот что касается такого этапа в жизни Алексея Навального, как борца с коррупцией. Ведь фильм о дворце в Геленджике, мне кажется, это был пик вот этой его антикоррупционной деятельности. Что, останется он в этом амплуа или эта карьера для него уже как-то в прошлом? Ну, он давно перерос уже. Это, конечно, была кульминация фильма о Геленджикском дворце, но это кульминация, одновременно и точка. Да, вот его репутации разоблачителя, коррупции, разгребателя грязи. Нет, он политик. Он воспринимается сейчас и в России, и во всем мире не как блогер, не как разоблачитель, именно как политик, как, безусловно, глава российской, лидера российской оппозиции. Это так. Все-таки, если... Ну, и ключевая фигура общественного мнения. Вот сейчас ключевая фигура в России общественного мнения. Поэтому власти хотят подвергнуть информационной блокаде, высказан информационной стерилизации. Все-таки, если события пойдут по плохому сценарию, и срок заключения Алексея Навального окажется таким длительным. Мы с вами же помним пример Удальцова, которого посадили после событий 2011-2012 года, как он исчез из медийной повестки. Павел Николаевич Грудинин исчез из медийной повестки. То есть, вот, медиасреда, она совсем, да, не терпит пустоты. Все-таки значительные риски... Она должна чем-то заполняться, она должна чем-то заполняться. Но у меня ощущение, что Навальный вряд ли долго будет за решеткой. Поэтому он ничего не успеет потерять, мне кажется. Ну что, процитируем в конце эфира Эль Мюрида, который сказал, как отрезал. Стагнация под видом стабильности это путь к катастрофе. Эту катастрофу мы сейчас и наблюдаем. Ну что, лидер партии прошлого стараниями Белковского известен. А кто лидер партии будущего? У нас или в мире, как считается? Давайте, может быть, помечтаем или предположим. А вы знаете, Александр Георгиевич, это вот будет выясняться по плодам. Я вполне серьезно. То есть спустя какое-то время, когда будет между нынешним временем, да, и уже дистанция, вот с той дистанции наблюдатели, оглядываясь назад, скажут, кто был этими пророками, визионерами и делателями будущего. Ну, если смотреть вот с нашей колокольни, ну, кого мы с вами, Илона Маска можем назвать, правильно? Вот точно можем его назвать. Среди политиков может быть Меркель, может быть Меркель. Кого еще, я не знаю. Трамп был предтечей каких-то серьезных изменений, с моей точки зрения, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Мы же с вами говорим о глобальном влиянии, наверное, да, или о влиянии выходящих хотя бы за рамки одной стороны. В каком-то смысле, как ни странно, Путин, он действительно лидер прошлого, но он повлиял на контуры будущего. Он повлиял. Он стал тем человеком, который показал, что в мире и современном, и в мире будущем сила остается аргументом. Причем, в том числе, не только экономическая сила, а военная сила. Он показал, что с помощью гибридных методов войны можно кое-чего добиться и держать, если не в страхе, то в напряжении значительную часть мира. Так что он тоже повлиял на контуры будущего. Другое дело, что, скорее всего, репутация будет отрицательна в связи с этим. Вряд ли положительна. И даже для граждан России, Александр Георгиевич. Если бы он, мы с вами не раз говорили, в 2007 году, а еще, или в 2011, навсегда бы покинул Кремль, мы бы сейчас о нем в высшей степени комплементарно, мне кажется, отзывались. Или, по крайней мере, с позитивом, как минимум. Этот лидер партии будущего, если бы мы с вами могли бы с ним пообщаться, что бы он сказал, какой бы он дал прогноз о государственных границах в течение ближайших 100 лет? Сотрутся они, человечество превратится в единую цивилизацию? Особенно в связи с тем, что я вполне разделяю ваше восхищение Маском. Это тот человек, который ведет человечество, мне кажется, в следующий этап его истории, в космический этап, показывая феноменальные достижения своими Старкрафтами, конечно. Меня вот впечатлил запуск на опыту 60 спутников. Олег Дмитриевич, когда такое было? Он же продолжает реализовывать эту свою программу глобального интернета. Это, кстати, большой привет диктаторским режимам и вообще автократиям, которые, как известно, плохо переносят информационную открытость. Когда будет глобальный интернет, он будет достаточно дешевым и, в общем-то, надеюсь, что автократию идут в прошлое? Или это я чересчур розовые очки надел, валенничек, как считаете? Я думаю, что, Александр Георгиевич, государственные границы сохранятся. Понимаете, технологическое развитие мира это вещь замечательная, но я не уверен, что оно стирает государственно плечики границы. Более того, как раз события последних лет в Европе... Тренд был обратный, да, вы совершенно правы. Да, он был прямо противоположный. Обратите внимание, что почему-то глобализации перестали говорить. Хотя это было такое модное словечко, и предрекали такое безоблачное будущее. Ну не беспроблемное, но в общем целом говорили, что за этим будущее есть. Нет, смотрите, оно вообще исчезло из обихода. Но может быть это колебательный процесс? Ну если не говорить о полном стирании границ, может быть это будет что-то типа современного Евросоюза? Да вот у меня что-то серьезные сомнения. Я думаю, что Евросоюз бы с удовольствием, и кстати это и происходит, закрыл свои внешние границы. Он сейчас их и закрыл. Вот видите, как просто это оказалось сделать. Александр Георгиевич, и мы с вами вернулись в то состояние, в котором находились в Советском Союзе. У нас же опыт есть, да? Да. Помните, как в знаменитом романе «За границей» это миф о загробной жизни? Валерий Дмитриевич, ну что, передача у нас получилась, я хочу сказать, что такая достаточно в меру оптимистическая. Нашим зрителям, знаете, читая комментарии к нашим эфирам совместным и к вашим эфирам, я за ними по-прежнему внимательно и с интересом слежу, у меня сложилось впечатление, что люди, помните, есть такая цитата у Стругацких, «Зачем тебе эти горькие истины? Что ты будешь с ними делать? Плакать или молиться, что что-то не так? Или однажды ты ими воспользуешься, встанешь и превратишь то, что есть, в то, что должно быть?» Не уверен за точность, я эту цитату не записывал, помню на память. Как вам кажется, мы с вами, давая людям эти горькие истины, выполняем всё-таки полезную работу, хотя нас нередко упрекают, почему мы там не на баррикадах, почему какие-то прогнозы и ожидания не оправдываются. Мы идём в правильном направлении, так вот глобально, в своей медийной повестке? Мы занимаемся гражданским просвещением, это очень важно. Мы занимаемся политическим просвещением, это тоже очень важно. Мы указываем ориентиры, мы поддерживаем в людях оптимизм, и мы окажемся в нужный момент именно в самом нужном месте. У меня в этом нет никаких самых. Ну вот, друзья, тот самый градус оптимизма, который я хотел услышать в конце, Валерий Дмитриевич, я немножко схитрил, но мне кажется, я его добился. Простите меня за некоторое коварство, это было в интересах дела. Друзья, ну что... Не сомневаюсь. Выпуск подошёл к концу, мы, как всегда, надеемся на ваши комментарии. Ставьте нам лайки, если эфир понравился. Подписывайтесь на канал Валерия Соловья, подписывайтесь на канал «Главная тема народ». И до следующего выпуска он у нас будет тоже мини-юбилейным, 60-м. И, надеюсь, он-то, наконец, будет в оффлайне. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин